здорово народ всем привет в этом видео по вашим просьбам я расскажу как отбалансировал колеса на своем сити кока полноприводным моего сити кока штатно стоит внедорожная резина смотрите с кимоном большим протектором те кто пользуется такой внедорожной резины в общем-то знают что она имеет большой дисбаланс как правило конечно бывают случаи что она прямо ровная но в моем случае вот она оказалась немножко кривая и уже на скорости 25 километров в час ощущали сильные биения биение были настолько сильные что на скорости 30 уже прямо начало начинала сильно трясти и самокат и и значит вот задний кофр и зеркало начинала вот трястись очень сильно я решил все-таки их отбалансировать по ходу этого видео будут вставки которая дело в процессе балансировки чтобы вы понимали как это все происходит я решил показать вам самый надежный способ на самом деле их три я вам решил показать сразу самый надежный способ который подойдет абсолютно для всех колес и для мотор колес и для обычных то есть на моем самокате оба колеса моторы а это значит что я не могу просто так их снять и отнести шиномонтаж на балансировку профессионально дело в том что в любом шиномонтаже станок на который ставится колесо для балансировки он имеет два таких шпинделя которых собственно зажимается диск то есть неважно какой то станок для мотоциклетных колес или для автомобильных вот ему нужны какие-то две дырки чтобы в них ставится и значит колесо крутите тем самым балансировать определять где у него дисбаланс а у мотор колес смотрите в чем дело мотор колес находится ось которая связана железно со статором который находится внутри колеса то есть если их просто так сниму шиномонтаже в станок мы их никак не сможем поставить потому что ну не как тут ось есть а дырок получается внутрь колеса нету поэтому чтобы такое колесо нести профессиональный шиномонтаж нужно полностью его разбирать то есть нужно скрывать крышки доставать оттуда статор с обмотками соответственно выдергивать весь вот этот провод силовой фишки датчиков холод 3 фазные разъема разбирать разбирать сами разъемы чтобы снять крышку соответственно нарушать герметизацию убирать герметики потом обратно собирать это целая процедура поэтому я решил пойти другим путем про какой же метод я сейчас говорю переднее колесо у меня имел очень сильный дисбаланс поэтому что я сделал я полностью снял то есть все мотор колесо вместе с осью я снял из передней вилки и расположил на двух кирпичах очень важно ребята взять кирпичи с ровной поверхностью чтобы ось круглая часть оси на них могла спокойно ложиться и кататься вперед назад то есть осью на кирпичи нужно положить мотор колесо так что именно круглой частью это ось на них лежал не квадратиками которые находятся с обоих сторон оси а именно круглой частью и здесь дальше происходит волшебство дальше в дело вступает настоящая физика дело в том что самая тяжелая часть колеса но так как у нас есть дисбаланс то у него где-то и самая тяжелая часть она по действиям естественных физических процессов должна опуститься в самый низ тут ветер такой тут нужно быть очень внимательным чтобы чтобы провод который идет мотор колесу не мешал не не давал нагрузки на ось не мешал и спокойно крутиться то есть можно рукой поправлять и смотреть влияет он или нет то есть мы поворачиваем колесо как как-нибудь произвольно в одну сторону другую и нам нужно найти такое положение в которое колесо всегда возвращается то есть самая тяжелая часть покрышки будет возвращаться всегда в самую нижнюю часть самый низ колеса получается мы его пытаемся повернуть к верху она все равно поворачивается вниз вот эта самая точка которая сам внизу оказывается это и будет самая тяжелая часть колеса соответственно против нее нам нужно расположить такой грузик который будет компенсировать этот вес вес этот грузика тоже мы на глаз можем определить вполне достаточно хорошей точностью верхнюю часть ровно ровно напротив которая находится самой нижней части то есть самая вертикаль верхняя часть колеса которые вверху остается это самое легкое туда мы начинаем клеить грузики можно начать 50 грамм 100 но у меня вот совсем тяжелый случай был у меня было 200 грамм вот мы клеим грузики и затем покачиваем колесо и смотрим она снова возвращается в эту вот так вот вертикально или нет если грузики все равно поднимаются кверху самой высшей точки значит вес мы приклеили недостаточный и мы его клеим до тех пор пока колесо не станет либо грузиком перевешивать вниз либо просто рендом на какой-то точке останавливаться если грузик начинает перевешивать у нас перестарались и вес нам нужно убавить и нам нужно попасть такой баланс слова балансировка но вот это происходит нам нужно найти такой баланс когда мы поставим такой грузик что он полностью скомпенсирует самую тяжелую часть колеса и в любом положении она будет останавливаться то есть мы его аккуратно по кирпичикам перекатываем и она у нас остается произвольно в любом положении то есть у него уже не окажется самой тяжелой части которая тянет его вниз в нижнюю точку и у него не не окажется самой легкой части которая вверху всегда остается поняли всю суть да это это настолько простая процедура что вы удивитесь это может сделать мне кажется даже ребенок если этот ребенок сможет снять city кока колесо мотор колесо и поставить его на кирпичи то есть процесс довольно увлекательный простой я таким образом балансировал переднее мотор колесо нас он самокате смотрите как это интересно получилось вот здесь вот у меня вот здесь вот у меня стоят грузики вот видите да две свинцовые пластины я сказал шиф 4 скал правильно ведь и вот раз два свинцовые пластины они держатся на двухстороннем скотче но для того чтобы было прямо вот совсем надежно я прикрепил их еще на клей ведь они залиты по периметру водостойким моментом или обувным моментом как-то так он назывался точно водостойкий и теперь даже отверткой если подколупать то этот свинец рвется но он не отпадает диска кроме того когда вы едете колесо крутится центробежной силой эти грузики еще сильнее прижимают диску и короче они здесь уже намертво навсегда вот два грузика у меня находится с этой стороны и два грузика вот они находятся с другой стороны видите каждый из них по 50 грамм примерно примерно 50 грамм получается общий вес балансирующих грузов на получился 200 грамм да и смотрите какой момент видите они приклеены немножко неровно один вот так вот один вот так это я уже экспериментальным путем подобрал то есть так как они были на двухстороннем скотче их тихонечко смещал раскручивал колесо и смотрел в каком состоянии будет минимальное видение вот именно в таком состоянии вот тут два грузика рядом стоят а там как бы друг за другом именно в таком состоянии биение получились минимальные то есть тут еще можно экспериментировать еще раз скажу что внедорожная резина она очень толстая видите здесь даже видно что она склеена как бы не очень ровно китайцы на заводе склеили как-то ведь она криво да то есть кубик на кубик не попадает кроме того китайцы вообще не не предполагали что мы эту резину будем балансировать потому что на ней черным по черному написано не для скоростных дорог видите да вот not for highway service то есть она вообще не предполагалось что ее будет от а балансировать однако балансировка удалось на ней я спокойно сейчас могу ехать 40 километров в час и вы это могли увидеть в моем видосе когда ездил в кунгур вот и там ехал всю дорогу 40 километров в час и принципе было нормально вот эти метки которые остались вития ручкой писал это вверх это самая высокая точка то есть самая легкая эти грузики сюда и приклеены и с обратной стороны тоже если у вас еще остались вопросы по балансировке если вы все сделали как я сказал и у вас не получилось обязательно об этом напишите если у вас получилось тоже обязательно об этом напишите а я всегда рад когда мои советы и советы подписчиков помогают нам с вами я благодарю вас за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал дальше будет еще интересней пока дикое у нас небо сегодня классно супер да еще и цикады так тарахтят супер стоящее лето а а и и и и